Друзья, всем привет! Очень много вопросов приходит от вас вот про вот эту вот мою красивую зону. Пожалуй, это единственная зона, кроме елки, которая украшена на Новый год, и сейчас я вкратце вам про нее расскажу. Сначала расскажу про свои любимые огонечки. Вот эта гирлянда из Leroy Merlin, она работает от сети, и вот эти вот свечки, подсвечник, работают от батареек, это из икеи. Еще у меня здесь есть два подсвечника, фонарика точнее, вот такой черный тоже из икеи, вот там стоит свечка, и красный вот этот вот, он тоже из икеи. Только этот мы покупали в этом, в 2020 году, а черный уже, мне кажется, года три назад, он уже старый, и я даже не уверена, что такие есть. Еще есть вот такая вот гирлянда из звездочки, она тоже работает от батареек, я ее покупала в фикс-прайсе. Вот такие свечки тоже из икеи, я их ставлю в фонарики, и чаще всего спрашивают именно про вот эту вот лесенку, где вы брали ее. Ребята, мы ее делали сами, я, честно, не знаю, где такую можно купить, муж ее сделал, у нас стоит такая же, но побольше, на другом окне, и она очень удобная. Если вы хотите, я могу вам скинуть просто побольше фотографий, чтобы вы тоже смогли сделать такую дома. Но где купить, честно, ну, я не знаю, да, даже не искала. Потом у меня есть вот такой чудесный олень, я заказывала его в интернет-магазине несколько лет назад, не помню название, но это салфетница, и она мне очень нравится. Правда, если она упадет на пол, будет беда, мне кажется, у нее могут сломаться рога, или она что-то может рогами повредить, поэтому это чисто для украшения. Салфетки вот эти вот из Икеи тоже, моя прекрасная звезда, которую мне подарили в этом году, от Яндекс.Дзена. Баночки из Икеи, они для хранения, то есть они металлические, в них можно складывать какого-нибудь маршмеллоу или печенье, я пока поставила их для красоты здесь, они классно подходят по цвету. Практически вся посуда здесь тоже из Икеи, стаканы, вот эти вот бокалы, все это мы покупали в Икеи, мне там очень нравится посуда. Вот это вот ведерко с елочкой тоже оттуда, вообще я не планировала делать красную зону, но в этом году в Икеи были очень красивые красные предметы, они здорово сочетались между собой, поэтому мы просто купили много молочевки, и это все очень гармонично, хорошо выглядит на моей черно-белой кухне. В общем, я старалась рассказать все кратко, и еще есть одна прикольная ветка, которую ненавидит мой муж, вот эта вот белая, я покупала ее в Веруа, и она мне очень нравится, она похожа на заснеженную веточку, такую зимнюю какой-то елки, но с нее очень сильно сыпятся блестяшки, просто ты ее берешь в руки, и блестяшки, они везде на полу, на тебе, просто вот, ну вот даже здесь в ВАЗе очень много этого мусора. Вот такая вот красивая у нас получилась зона, она нам очень нравится, потому что на кухне мы проводим больше всего времени, тем более у нас квартира-студия, и эту зону видно со всех углов дома. Если вы вдруг еще не украсили свою квартиру, обязательно это сделайте, это сразу подарит вам новогоднее настроение, вам и всей вашей семье. Желаю вам хорошего Нового года, хороших выходных, прекрасной подготовки, чтобы вы нашли все подарки, которые хотите, чтобы вы закончили все дела, которые хотите успеть до Нового года. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, пишите вопросы, если они у вас остались, и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok